Считаете ли вы себя уже русским? Бросать деньги на ветер, тратить все, что у тебя есть. А в Колумбии нет такого? Почти 40% населения живет в бедности. Ожидания реальности вообще совпали? Многие преподаватели становятся жертвами насилия. Российские школьники вообще отличаются? И здесь очень талантливые дети. Правильно. Я Мария Шахова, автор проекта «Мы и они». Герои моих интервью иностранцы, которые настолько влюбились в Россию, что переехали сюда жить и работать. Что такого они видят в России, чего не замечаем мы? Об этом сегодня расскажет герой моего нового выпуска. Хуан Пабло Дуке Энао, 33 года, колумбиец. Преподаватель испанского в Московском государственном лингвистическом университете. Переехал в Россию в 18 лет. С особым трепетом и почтением относится к нашей литературе и истории. Считает своей миссией показать студентам другую сторону Колумбии. Без преступности и Пабло из Хабара. Хуан, добрый день. Добрый день, Мария. Спасибо, что вы приехали ко мне в студию. Интересная у вас жизнь, как мне кажется. Родом вы из Колумбии. Да, да, да. Расскажите, как вы вообще попали в Россию? Ой, там долгий путь. Вы знаете, я... Когда я закончил школу, я очень хотел учиться с Руежом. И сначала я поехал в Америку, потому что у меня там дядя. Я нашел там колледж в Нью-Йорке. И мне дали грант. Маленький, но... Мне было необходимость работать, чтобы обеспечить себе другими расходами. Получилось так, что я больше времени работал и мало времени учился. И думал, после шести месяцев, что я больше так не могу. Вернулся в Колумбию. Начал университет в Колумбии. И до второго курса. Но у меня в голове эта идея. Я должен куда-то ехать. Я хочу узнать мир. Я хочу видеть другие страны. Где все по-другому. У меня такая жажда была. И я подал заявление на несколько грантов. Из разных стран. Один из них Россия. У меня в университете были еще преподаватели. Которые учились в Советском Союзе здесь. И когда они узнали, что я подал документы. Они мне говорили. Хуан, вы знаете. Мои сыновья были там. Но им казалось тяжело. Но я думаю, вы сможете. Вы сможете. Поезжайте. И это будет здорово. И я получил грант. И приехал сюда. Это было в 2007 году. А вы помните свой первый день в России? Свои ощущения? Первый день. Декабрь. 4 декабря 2007 года. Холодно. Холодно, конечно. Особенно для меня. Я из юга Колумбии. Из города Кали. Там каждый день по 30 градусов. Холодно. Взяли нас на машину из посольства. И мы стояли в пробках. Очень долго. 4 часа, чтобы доехать из аэропорта до общежития. И я думал, где я? Какой огромный город. Что мы прожили уже 4 часа. И мы не дойдем до места, где мы будем жить. Так что мне было сначала немножко страшно, потому что еще темно. Улицы очень темные. И здесь, мне кажется, я не знаю, последние годы стали светлее. Но раньше, если мой, здесь очень темный город. Москва. Хуан, а отличаются вообще, вот я так понимаю, что вы получили грант и в Америке, а чуть позже получили грант в России. А чем отличаются эти гранты? Грант, который я получил в Америке, это в Америке мне дали дисконт, чтобы оплатить учебу. Я не знаю, сколько-то процентов, не помню уже. А грант, который дает Россия через соглашение между нашими странами, Колумбия и Россия, включает и стипендию, и проживание в общежитии, и сама учеба полностью. То есть это очень-очень хорошая возможность. Насколько я понимаю, вы большой поклонник русской литературы и русской истории. Да, да. А вот помимо того, что преподаватели говорили там, в Колумбии, о Советском Союзе, России, ты что-то еще о ней слышал? Да, потому что я ходил в театральное училище в Колумбии и увлекался театром. И там, я помню, мы изучали методы Станиславского. И это было как мое первое знакомство с Россией. И мне казалось, как интересно, какой будет МХАТ. Ну вот когда вы читали нашу литературу, когда кто-то вам говорил о России, и когда вы приехали наконец сюда, ожидания реальности вообще совпали? Да, да, да. Это было то, что я хотел. Польная экзотика для меня. Потому что и здесь, в этом городе, не буду говорить о России в целом, но в этом городе я увидел, как все, что мне говорили, все соединяется. То есть где-то какая-то часть, это царская Россия, но потом видел современную Россию, а какая-то часть еще советская. И все это проживает вместе. И это очень интересно, как нельзя это разделить, она понят все это вместе. А если говорить о людях? И в людях это тоже ощущается. А в чем? У меня такое ощущение, что иногда люди ведут себя, как в Советском Союзе, в некоторых моментах. Они думают, например, студенты мои, я чувствую, что видно, что там бабушка или дедушка воспитывал их и сказал, вот это делается так, это делается так. Другой день можешь чувствовать, что человек живет, как жили в 19 веке, потому что человек слишком романтичный или фаталист. И увидишь в метро, как мужчины стоят с букетами и думаешь, вот, это другая эпоха. А в Колумбии нет такого? Прямо, чтобы в общественном транспорте стояли несколько мужчин с букетами. Не так часто, знаете. А я знаю, что в Колумбии нет национальности, есть только гражданство. А вот вы себя к какой национальности все-таки относите и считаете ли вы себя уже русским? Хороший вопрос. Ну, русским, наверное, частично можно, да. Я думаю, часть меня уже стала русской, потому что получается, я почти половину жизни уже здесь живу. Но при этом вы как бы только что заметили, чувствуете себя уже немного русским, а может быть даже уже и много. И много, наверное. Я предлагаю проверить, насколько вы все-таки стали русским. я думаю, что вы знаете, что практически все русские верят во всякого рода мистицизмы. И я предлагаю отгадать вам наши пословицы, поговорки, а также приметы. Я буду называть начало и три варианта ответа. Давай угадывать. Окей. В России если тебе исполняется 40 лет, то тебе нужно первый вариант праздновать 15 дней, второй вариант пригласить всех, кого знаешь или третий вариант не отмечать. Честно, не знаю. Это не знаю. Буду угадать. Пригласить всех, кого знаешь. К сожалению, нет. В России, когда тебе исполняется 40 лет, не принято отмечать. потому что у нас издревле на Руси к цифре 40 относились с большим уважением. То есть у нас на 40-й день после смерти человека последний раз его оплакивают. Именно 40 такое сакральное значение имело. Поэтому когда человек исполняется 40 лет, не отмечается. Буду сна. Имейте в виду. Зачем мы стучим по дереву? Ну, что-нибудь сказал и постучал по дереву. Первый вариант. Чтобы не сглазили. Второй вариант. угнуть удачу. И третий вариант. Чтобы желание исполнилось. Это чтобы не сглазить. Да, сглазить. Правильно. А знаете, откуда это произошло? Нет, не знаю. А вообще эта примета родилась из старых мифов. На Руси считалось, что в деревьях есть добрый дух, который помогает человеку. Вот чтобы не сглазили, нужно постучать, попросить этого духа о помощи, и он тебе обязательно поможет. Дух домовой? Наподобие того. То есть есть домовой, есть водяной, есть дух, например, леса, есть дух дерева. Ну, раньше в язычестве, собственно, очень много уделялось внимания именно разного рода духам. Почему нельзя садиться на углу стола? Первый вариант. Пища будет плохо перевариваться. Второй вариант. Замуж не выйдешь. И третий вариант. Будешь без угла или без квартиры. Замуж не выйдешь. Правильно. Но на самом деле и то, и другое подходит. То есть в некоторых регионах считается, что не выйдешь замуж, в некоторых регионах говорят, что останешься без своего угла. А вообще примета тоже имеет несколько разновидностей и интерпретаций. С одной стороны, считалось, что на углу скапливается негативная энергия, когда девушка садится, эта негативная энергия может войти в нее. А в других регионах углы вообще считались, часть углов была счастливой, а часть несчастливой. И в какой-то момент все запутались в них и решили просто давайте не будем садиться на углы, чтобы уже не понимать. Окей. Теперь понятно. Кстати, а в Колумбии вообще верят в какие-то приметы? Да, да, верят, верят. Но, видимо, не так сильно, как в России, да? И здесь очень сильно. И здесь недавно посетили нас с семьей какие-то русские друзья. Ну, и у нас маленький мальчик, и каждое его движение и наша подруга говорит, это нельзя, потому что что-то, потому что что-то, потому что что-то. И думаю, вот, когда и здесь для всего есть примета или все, иногда это трудно понять. Хуан, у вас очень благородная профессия, вы преподаватель в университете. У нас вообще в стране очень ценятся преподаватели, это считается аристократическая такая профессия. А как с этим дела обстоят в Колумбии? Я думаю, здесь более, больше уважения к преподавателям, к профессорам. Дело в том, что преподаватель или профессор в Колумбии, они, это героизм, еще, это героизм, быть преподавателем в Колумбии, потому что многие преподаватели становятся жертвами насилия в Колумбии. То есть, может быть, вы не знаете, но у нас война с партизанами, с наркоторговцами, очень, очень сложная с другими организациями. И так мы жили больше 50 лет, и как раз преподаватели, учителя, например, если они работают в городе, они работают или в маленьком городке, или в селе, или в деревне, и они как раз помогают детям, чтобы эти дети не были вызваны к этим группировкам. И из-за этого они получают наказание, скажем так, угрозы, вот, нашел слово, извините, и угрожают, им придется поменять места, жительство, это очень трудно. А как обстоят дела с оплатой? Это вообще хорошо оплачиваемая профессия? С учетом всех рисков? С учетом всех рисков нет. То есть, можно сказать, что оплачивается, как и здесь, неплохо, можно жить, можно как-то, да, но с другой стороны, да, такой риск, такие проблемы, такие условия, да. А вы здесь, в университете, сталкиваетесь с тем, что ваши студенты каким-либо образом оценивают вас с точки зрения вашей родины? То есть, может, вы часто говорите о наркоторговле или еще что-то, развеиваете, развенчиваете эти мифы? Да, да, придется, придется. Каждый, каждый, каждый первый сентября этот разговор бывает, когда приезжают к мне новые студенты, и я говорю, что я из Колумбии, что у меня другой вариант испанского языка, начнем мы с этого, потому что у нас немножко, немножко отличается. И, и они, может быть, учили в школе или где-то испанский, из Испании. И они думают, тогда почему у вас другие звуки, это, я объясняю. И потом, следующий вопрос, конечно, а, тогда расскажите, пожалуйста, про наркоторговлю, про Павлевского ара. Вы знаете, это, вы спросили изначально, если я считаю себя русским, я сказал, частично, но я очень благодарен России за то, что мое время проживания здесь дало мне понять больше, кто я, откуда я. Почему я говорю об этом? Потому что это то, что я делаю со студентами, я открою им другую Колумбию. Я знаю, что вы еще являетесь членом жюри Всероссийской Олимпиады по испанскому языку. Наши российские школьники вообще отличаются от школьников в других странах? На мой взгляд, здесь очень талантливые дети. Наверное, не буду говорить лучше, потому что это все относительно, но благодаря работе на Олимпиаде я видел, как с самого раннего возраста здесь дети учат, как гештонар работает упорно, чтобы добиться успеху. И они действительно начинают их подготовку в 8 классе, потом в 9 уже участвуют первый раз на Олимпиаде, и потом в 10. И видно, что уже к 11 классу они уже очень много знают. Насколько русские интересны, насколько мы вообще отличаемся от тех же колумбийцев или европейцев? Действительно так, да. Действительно здесь люди очень интересны. Очень интересны. Я думаю, это можно чувствовать в разговорах с ребятами, например. Я удивляюсь, у меня, например, студентка шахматиста. Это для меня не очень часто в Колумбии, например, идешь, и она профессионально играет в шахматы, и она всегда все об этом рассказывает. То есть здесь какие-то более глубокие разговоры? Очень часто, да. Очень часто. Хуан Пабло вдохновлен нашей культурой. Вообще для колумбийцев русская литература всегда была образцом художественного слова. В столице Колумбии даже есть университет имени Льва Толцова. В целом, русская литература начала завоевывать популярность в мире еще с 19 века. Два главных языка, на которых она переводилась, были английский и китайский. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов все они до сих пор занимают первые строчки в англоязычных рейтингах. По сей день литераторы Ну, раз мы уже стали так чуть-чуть сравнивать наши страны, я знаю, что в Колумбии есть какая-то проблема с железными дорогами. То есть частному человеку невозможно купить билет на поезд. И железные дороги доступны только для компаний. Как это вообще возможно? И когда вы приехали сюда, какие ваши были ощущения или чувства того, что вы поняли, что здесь вы можете воспользоваться любым транспортом? Да, железная дорога в Колумбии используют в основном для транспортировки угля и цемента. И некоторые части железной дороги до сих пор работают для туристических целей. Но маленькие прямо. Я помню, когда я был совсем маленьким, у нас в школе было путешествие в поезде. Это, я думаю, моя первая поездка на поезде и после этого все закрыли железную дорогу для туризма. Это было, по-моему, в конце 80-х или в начале 90-х, точно не помню. А как вообще жители добираются, как путешествуют? Какой вид транспорта самый распространенный? Автобус. Автобус, собственная машина, сейчас очень много мотоциклет, но в основном, чтобы через горы все через автобусы. И придется, тогда автобус поднимается и потом пускается. Да. Это очень долго. Это очень долго. И поэтому 20 лет уже строят туннел между моим городом и столицей. Есть ли проблема с тем, что в Колумбии до сих пор существует кастовость? Насколько я знаю, от одной до шести и в зависимости от того, то есть первая каста это самые бедные люди, а шестая это самые богатые. И насколько я понимаю, налоговая система и система оплаты коммунальных услуг тоже зависит от того, к какой касте ты принадлежишь. Я бы не назвал это кастой, потому что каста связана с расой, с этнической группой, да. А и здесь придумали в конце 80-х придумали такой способ, чтобы богатые люди могли помочь бедням платить за коммунальные услуги. Но как определить вот этот, как вы называете каста, или как определить мы называем это стратус, социальные социальные страты. Как определить, какой ваша социальная страта. Государство посмотрит, где находится ваш дом, какие материалы использовали, чтобы строить ваш дом, что вокруг вашего дома. Если у вас, например, большой магистраль, если у вас школы, университеты, и тогда само государство дает вам принадлежность. А если в целом сравнивать тарифы ЖКХ, то есть коммунальные услуги, в процентном соотношении, то они выше или ниже, чем в России? Опять зависит от какого страта вы принадлежите. Но примерно то, что стоит ЖКХ здесь, в России, может быть примерно одинаковым к тому, что платят колумбийцы из страта четвертого или третьего. Четвертый, например, не получает никаких льгот. Пятый и шестой платят то, что не могут платить или доплатить первый, второй, третий, которые получают льготы. Вот это стало касаться не только вот этой экономической части страны и жизни. Это уже пошло к другому, к дискриминации. Вот ты из какого злого, а ты из этого, а ты из первого, тогда ты вредный, нет. Иногда или очень часто это ссоры и недопонимание между людьми. Это очень трудно. Уровень бедности в Колумбии очень высокий и почти 40% населения живет в бедности. Значит, у них нет или они не могут думать о хорошем будущем. жалко. Ну вот мне кажется, такое вообще очень сильное различие между Россией и Колумбией в плане техкастовости. А если говорить о схожести, я, например, знаю, что в Колумбии очень популярно имя Иван, но не понимаю почему. Я не знаю почему тоже. Вот бывший президент, его звали Ивана, и у меня тоже в семье, например, дядя звали Ивана, Иван же разновидность Хуана. И иногда здесь люди говорят «А, ты Иван, ты Иван». Или тоже студенты не знают как правильно или спрашивают как обращаться, какое у меня отчество, у меня нет отчества. А можно тогда Иван и как зовут вашего отца Оскар. А тогда можно тогда к вам обращаться как Хуан Оскарович или Иван Оскарович. Для меня это непривычно, но я говорю если вам удобно, ну хорошо. Мария тоже кстати очень распространенное имя. Что между нами? Я думаю русские и колумбийцы очень очень щедрые люди. Человек если приглашает тебя в дом, его дом, он угостит по полной программе хорошо как и здесь стол накроет красиво со всеми. Не важно если он бедный или он богатый, но для него вот это приглашение домой это очень важно и помогает и делать так чтобы другому было приятно. Это чувствуется и в колумбии и здесь я чувствую что любим праздновать любим фесту любим праздники любим гулять хорошо кому например мы женимся или у нас крещение детей или такие вещи в колумбии и в России люди стараются если у нас выражение «тирар la casa por la ventana» это переводится «бросить дом через окно» и это значит как бросать деньги на ветер тратить все что у тебя есть чтобы делать этот момент уникальным и я думаю мы в этом очень похожи Ну собственно чтобы еще раз подтвердить нашу щедрость и гостеприимство я предлагаю попробовать вам русское блюдо и попробовать попытаться по крайней мере его угадать Вы готовы? готов В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и напитками и стараюсь их удивить Хуан вы готовы удивиться? Посмотрим Ну перед вами традиционный русский напиток предлагаю вам его попробовать очень легко я думаю это морж Нет Нет? Да еще раз тогда он похож А какие ощущения во рту? Легкость это ледный напиток кисель не может быть потому что кисель густым густой а здесь очень жидкий но это не морж но это какой-то сок такой как морж может быть я знаю зло но сейчас не помню но что-то похоже на морж это березовый сок это березовый сок вы пробовали его когда-нибудь? Я пробовал да я пробовал даже жвачки березовые которые часто в Северии жуют и меня привезли теперь да а вы знаете а вы знаете последнее время березовый сок стал очень популярен в России особенно на волне такого импортозамещения во многих барах ресторанах стали делать коктейли с березовым соком стали предлагать их в меню в принципе просто для того чтобы освежиться в том числе в летний период но многие иностранцы я слышала по крайней мере называют этот сок кровью березы вы слышали нет нет вы знаете я видел но не так прямо распространен как вы говорите для меня первый самый первый первый это сок облепих или продукты с облепихом мне кажется они как раз везде и шампунь с облепих и сок и все очень удивительно потому что я очень люблю чай например облепих и сок а из русских блюд что любите пельмени супы ваши очень люблю я не знаю насколько это русский суп но здесь кушаю очень часто я например вот харчо да или как называется рассольник очень люблю ну борщ понятное дело но рассольник например я думаю вот это очень русская рассоль очень хорошо хуан я знаю что ваша семья в принципе такая мультикультурная и вы женаты на девушке из Венесуэлы расскажите как вы вообще познакомились мы познакомились и пригласили и пригласили ее сюда я честно сначала не думал что она она будет приезжать даже на каникулы но я сначала попробовал ну может быть на каникулы приедешь посмотришь тебе понравится или нет и она одна из или одна из малых людей которые посетили меня здесь в России потому что я много кого пригласил сюда но не каждый готов она приехала первый раз и ей все понравилось и потом но мы женились и мы решили уже переехать на постоянную зной а почему не каждый готов поехать в Россию это страшно очень далеко опять вот этот образ Советского Союза другой экономический режим другая жизнь многие думают о Кубе например и думают ой если это так на Кубе тогда там в России еще люди предпочитают не знаю переехать в Испанию или в Америку легче быстрее ближе к дому к семье А вы не хотели остаться в Испании или переехать в Америку? Ну с Америкой уже я уже рассказал Америка не Америка не Испания не Испания дали мне столько как дала мне Россия я очень очень благодарен потому что Россия дала мне и учебу дала мне работу любимую и я здесь чувствую себя хорошо до такой степени что я я решила что моя семья будет жить здесь до такой степени я никогда не думал я всегда я всегда думал ну это просто такой момент такой период моей жизни я через пять лет уеду найду работу или вернусь в Колумбию или куда-то еще уеду и каждый год меня спрашивали Хуан в этом году ты уедешь нас тебя ждат мы ждем тебя в следующем сентябре я говорю да ждите и вы и здесь в университете и друзья и все всегда меня ждали и это стало потихоньку мой дом для меня это очень ценно и поэтому я объяснил жене что мы будем жить здесь а когда началась специальная военная операция у вас не возникло мысли уехать нет вы знаете все тоже думали об этом и у нас были друзья и знакомые которые уехали мы продолжили нашу работу и нашу жизнь и не было я думаю после этого или это высоко оценили наши наши русские друзья что вот несмотря на все вы здесь это значит Хуан ты по-настоящему любишь или тебе нравится здесь быть у меня осталось три вопроса которые я задаю каждому своему гостю постарайтесь отвечать максимально коротко коротко главный стереотип иностранца о России то что я все это время повторил образ Советского Союза что здесь Советский Союз до сих пор что для вас патриотизм патриотизм это не забыть откуда мы и говорить об этом и распространять с гордостью об этом говорить три главных качества русской души щедрость цель утримиллионность очень устойчиво ведут и работают над целем и другой что по-испански рекурсивно то есть они найдут выход выходчивые может быть такое слово найдут выход найдут как решат все проблемы рекурсивные люди найдут как все защит Спасибо вам большое Хуан мне кажется было здорово за приглашение Мария Спасибо Это проект Мы и Они Я его автор Мария Шахова Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки и обязательно включайте уведомления И помните Хорошо там Где мы есть Редактор субтитров Игорь Негода Продолжение следует...